Библейский портал экзегет.ру представляет Вторая глава второй книги царей или царств в более традиционном переводе, синодальном, например, для библейского портала экзегет, я читаю свой с небольшими комментариями. Ну вот, вторая книга царей – это книга одного царя, собственно, книги царей – такая мини-библиотечка, четыре тома, четыре раздела одной книги. И вторая полностью история Давида. И в самом начале, конечно, долгая и подробная история, как Давид восходит на престол. Но и не обходится без проблем. В первой главе описывается, как Давид получает весть о гибели Саула и оплакивает его, равно как поражение всех израильтян, особо упоминая своего близкого друга Йонатана, сына Саула. И казалось бы, ему только теперь стать царем, и все будет хорошо. Но одно дело, что его избрал Господь. Другое дело, что долгое время место не было вакантно. Саул был царем, царь может быть только один. А Давид не поднимал восстание. Он вел такие партизанские рейды, но они были направлены на выживание, а не на свержение Саула. Наконец, Саул погиб, Давид должен стать царем. А еще есть народ. Вот как легко прошло избрание Саула в царе. Народ захотел царя. Это все в первой книге описано. Потом Господь выбрал человека. Самуил, пророк, его помазал. Заодно было объявлено такое, ну, не народное голосование, а избрание по жребию, когда Господь уже перед всеми избрал. И всем понравился Саул. Хотя там, может быть, не все сразу, но приняли его. А тут уже все сложнее, потому что Саул долго царствовал. У него есть свои сторонники, у него есть своя элита, которая не хочет уступать власти. У Саула еще остались сыновья. Юнатан старший, лучший погиб, и другой еще один. Но сыновей у царя обычно много, потому что жен много. У Давида тоже так будет. После этого Давид спросил у Господа, отправится ли ему в один из городов Иуда. И Господь ответил, отправляйся. Ну, куда теперь деваться? А Иуда — племя, колено, которое, собственно, родное для Давида. Поэтому иудеи отсюда, от Иуды, они готовы его принять. Тогда Давид спросил, куда ему пойти. Ответ был в Хивру. Ну, очевидно, это некое тоже гадание с помощью священных предметов. Мы не знаем технологию, но как-то это проходило перед, вероятно, ковчегом, если была возможность, или, по крайней мере, с молитвой Богу, жребий бросали. Давид пошел туда вместе с двумя своими женами, и Ахинуами из Израила, и Авигеей, которая прежде была за навалом с Кармеля. История, как он женился на ней, рассказана довольно подробно в первой книге царей. Давид зала людей, которые были с ним вместе с их семьями, чтобы они поселились в окрестностях Хеврона. Тогда иудеи собрались там и помазали Давида в царе над племенем Иуды. Второй раз помазали. Почему? Потому что есть избрание свыше, а есть мнение народа. Вот тоже очень интересно, такая политическая философия этих книг царей. Казалось бы, если все зависит от Бога, ну, Библию же мы читаем, то мнение народа вообще не важно. Ну, Господь его захотел, сделал царем, сделал. В чем проблема? Нет. Почему-то мнение народа тоже очень важно. Почему Господь не может, Господь, который там чудеса совершает, взять и там громом с неба показать, все, вот Давид теперь царь, а вы все молчите, если вам не нравится, это ваша проблема. Наверное, потому что он царь, а не деспот. Он правитель, а не завоеватель. И ему нужно каким-то образом убедить свой народ в том, что он может быть царем, должен быть царем. Одно дело Божьей воли, а другое дело желание людей. Вот в Библии они не всегда далеко совпадают, но в идеале они уважают друг друга. И Бог уважает мнение людей, даже там, где не согласен. Между прочим, монархия была установлена вопреки его желанию. Но он согласился с волей народа, который захотел монархию. Итак, значит, иудеи пока что публично помазали Давидовить. Это акт провозглашения царем. Самуил это уже сделал, но сделал тайно. Об этом знал только Давид и Самуил. А вот теперь перед всеми его сделали царем, но только над одним племенем. Казалось бы, ситуация гражданской войны продолжается, потому что Давид из главы партизанского отряда стал царем над одним племенем, а племен всего 12. Но по-прежнему это вовсе не царь над всем Израилем. Далеко даже так. И одновременно что делает Давид? Собирает армию, чтобы ударить на другие племена. Рассылает пропагандистские воззвания. Переходите на мою сторону, я вам дам там кучу всяких богатств и вольностей, будете у меня хорошо жить. Нет. Давид отправил гонцов к жителям города Явеш-Галаады, чтобы передать им. А город Явеш, это тот самый город, с которого началось признание Саула. В первой книге это описано. Когда Саул только-только стал царем, то соседний народ пошел войной. Нам далекий городок Явеш-Галаады, такой, знаете, Биробиджан, где-то там на границе. И, в общем, соседи легко нападут, отнимут, никто даже не шелохнется. И те готовы уже были сдаться, но Саул привел свою армию, их освободил. Они его за это, конечно, навсегда полюбили. И народ увидел, что Саул царь. Царь, который способен отстоять даже самый маленький городок. А когда Саул был убит, то жители Явеша пришли и похоронили его тело, захваченное филистимлянами. То есть они, конечно, навсегда остались ему благодарны. И Давид посылает жителям Явеша в Галаады, чтобы передать им благословенному Господу, что так правильно поступили с телом господина вашего Саула, похоронив его. «Пусть за это проявит к вам Господь неизменную милость, и я буду поступать с вами по-доброму за то, что вы сделали. Теперь крепитесь и будьте мужественны, ибо господин ваш Саул умер, а племя Иуды меня помазало в царе над собой». То есть ему логично предположить Давиду, что уж эти-то Явеш, это будет очаг сопротивления его власти. Уж эти-то за Саула 100%, за его наследников, сторонников, приближенных. Явеш — это должен быть центр мятежа. Туда надо срочно послать армию, перебить всех, и тогда можно надеяться на предотвращение гражданской войны. Ну, какой-нибудь Ленин так бы и сделал. А он совершенно иначе рассуждает. Для него его политические расклады гораздо менее важны, чем требования свыше. Вот Саул — помазанный царь Израиля, значит, жители Явеша оказали ему нужные почести, и за это он их благодарит. Но это не значит, что он отказывается от своей политической власти. Просто она на втором месте по сравнению с исполнением заповедей, по сравнению с уважением к помазанию. И заодно это призыв к миру. Он даже не говорит «покоритесь мне, или я приду, вас всех перебью». Он говорит «племя Уда помазало меня в царе, вот как хотите». Дальше думайте сами. В общем, это начало мирных переговоров. Гражданская война не нужна. Новный арсеннера, который командовал войском Саула, понятно, его генерал, военачальник главный, взял из Божита сына Саула и привел его в Маханай. Он поставил его царем над Галаадом, Ашуром, Израилем, Ефремом, Вениамином и всем Израилем. Это разные племена, но Галаад не столько племя, сколько область географическая. В общем, большая часть израильской территории признала царем сына Саула. Конечно, при поддержке его армии, которая, безусловно, верна сыну своего былого царя. «Сыну Саула и Жбошту было 40 лет, когда воцарился он над Израилем, и царствовал он два года. Только племя Иуды следовало за Давидом. А всего Давид царствовал в Кевроне над племенем Иуды на протяжении 7 лет и 6 месяцев». То есть, смотрите, ситуация долго колеблется. И, конечно, не без военного столкновения, потому что тут войско и там войско, и парни хотят выяснить, кто круче. Но, смотрите, не Давид начинает гражданскую войну. Наконец, Авинир сын Нир, вместе с теми, кто служил из Бошиту, выступил Геону. Йоав сын Царуи, вместе с теми, кто служил Давиду, то есть две их армии, под началом командующих, тоже выступили и встретились с ними у Геонского пруда. Одни оставались по эту сторону, другие по ту. Авинир сказал Йоаву, «Пусть выйдут отроки и поиграют пред нами». И Йоав ответил, «Пусть выйдут». Тогда поднялись и вышли двенадцать отроков из числа Вениаметян за Ишбошита, сына Саула, и двенадцать из тех, кто служил Давиду. Они схватили друг друга за голову и вонзили мечи друг другу в бок, так что они пали вместе. Ну, понятно, такое желание ограничить кровопролитие поединком, вот, двенадцати, да, то есть, конечно, будет какое-то число убитых, но не целое войско. И выясняется, что это бессмысленно, что они все погибли, да, все перебили друг друга, и тогда получается, что и решение не значит, надо всем воевать. А то место получило название участок Резнянов в Геоне. И было в тот день великое сражение, Авнерсы с рельсианами потерпели поражение от тех, кто служил Давиду. То есть, рассказ о гражданской войне, ну, как обычно рассказывают победители о гражданской войне. А здесь, конечно, история победителей. Давид же стал основателем династии. Совсем не так. Ура, ура, мы всех разбили. Нет, здесь скорее описание, насколько это ужасно. Да? То есть, люди убивают друг друга просто за прихоть своих военачальников. Да, вот они хотят выяснить, кто из них круче. Из-за этого погибают молодые ребята. Там были три сына Церуи, Юава, Виша и Асахыл. Асахыл был бы странок, словно полевая серна. Соответственно, это братья, вот, этого полководца Давидова, да? Асахал погнался за Авнером и преследовал его, не уклоняясь ни вправо, ни влево. Авнер обернулся и спросил, ты ли это Асахыл? Туда ответил, да, я. Тогда Авнер сказал, поверни, лучше направо или налево, выбери себе кого-нибудь из отроков и сними с него доспехи, как добычу. Ну, то есть, молодой горячий парень гонится за матерым воином, тот говорит, слушай, я понимаю, тебе нужна военная победа, ну, найди себе кого-нибудь там, победи его, за мной не надо, плохо будет. Но Асахыл никак не отставал. Тогда еще раз повторил Авнера Асахыл, вот, перестань преследовать меня, не то мне придется сразить тебя замертво. И как я потом буду смотреть на брата твоего Юава? Вот она, трагедия гражданской войны, да? Прямо как у Шолохова в Тихом Доне, когда близкие люди, соседи, родные убивают друг друга и думают при этом, как я буду смотреть в глаза потом твоей родни. Но тот не отставал. Тогда Авнер ударил его древком копья в живот и копье прошло насквозь, так что он упал там и умер. И все, кто не подходил к тому месту, где Авнер породил Асахыл и останавливались. Даже странный эпизод, кажется, единственный раз в Библии кого-то убивают древком копья, да? То есть копья есть острие, которым обычно ударяют. А здесь, видимо, пока перехватишь копье, пока там занесешь его, тот поймет, да? А тут такой хитрый маневр. Он бежит, копье у него в руке, тупой конец обращен назад, и он делает какой-то очень резкий жест. И это копье вонзается прямо вот с такой силы ударил, что пробил его этим тупым концом. И тоже вот удивительные детали, которые, казалось бы, ничего не дают нового, но описание вот этой гражданской войны, где даже вот какие-то удары, они неправильные, они как бы из-под шкафа-то, и даже вот нехотя, да? Он не хочет его убивать, но убивает потому, что, ну, уже вот все друг друга режут, ничего не остается. Иоавишея тем временем преследовали воинов Авнера. Солнце уже зашло, когда они достигли холма Амма, что у Геаха по дороге к Геонской пустыне. Там виниаметяне собрались вокруг Авнера в единый отряд и заняли вершину одного из холмов, ну, то есть его родное племя и племя Саула, кстати, да? То есть это вот уже такой отряд гвардия, старая гвардия, которая не сдастся ни за что. И вот должна быть последняя резня, да? Вот их всех перебьют, ну, и они положат много народу. Авнер обратился к Иоаву с такими словами. «Вечно ли будет меч пожирать людей? Разве не знаешь, как горько будет после? Когда же ты велишь наконец своим воинам прекратить гнаться за их братьями?» Иоав ответил. «Клянусь Богом, если бы ты не сказал этого, с утра возобновили бы люди погоню за братьями своими». Иоав протрубил в рог, народ остановился и прекратил преследовать израильтян. Так утихло сражение. А вот рецепт конца гражданской войны. Да, одна сторона победила, но она не стала добивать, потому что другая сторона, грубо говоря, попросила о пощаде. И вот эти замечательные слова «разве не знаешь, как горько будет после?» Вот то, что заставляет остановиться. И Иоав понимает, что лучше иногда победить поменьше, чтобы потом горевать поменьше. Авнер со своими людьми шел всю ночь. Они прошли по Иорданской долине, переправились через реку, прошли весь Бетрон и добрались до Маханаема. А Иоав вернулся из погони за Авнером и собрался в войско. В рядах тех, кто служил Давиду, недоставало 19 человек, кроме Асахэла. Зато сторонники Давида поразили из Венеаметяна и людей Авнера 360 человек убитыми. Асахэла подобрали и похоронили в могиле его отца, которая была в Ифлееме. А Иоав со своими людьми шел всю ночь, так что рассвет застал их в Хевроне. Но, к сожалению, война на этом окончательно не завершится. И отчасти ее история продолжится в третьей главе.